Российская коляска-вездеход для людей с ограниченными возможностями признана лучшей в мире. Умная разработка новосибирцев на турнире в Германии успешно прошла все испытания. Но инженеры не останавливаются. В Новосибирске полным ходом идет разработка первой в мире нейроколяски. Она будет управляться силой мысли. Кирилл Воробьев с подробностями. Ну, все, 40 минут прошло ровно. Есть, команда успела. Нормально. 40 минут на сборку и коляска готова штурмовать городские улицы. В цехах ее называют мини-танк. Может преодолеть любое препятствие. Горка, лестница, кочки не проблема. Больше пяти лет ушло на ее создание. Разработчик Иван Невзоров первые испытания проводил в гараже. А сегодня организовал полный цикл сборки. Если на этой коляске человек самостоятельно поднимается по лестнице, то, например, итальянские популярные подъемники, они управляются только с помощью сопровождающего лица. Российская коляска-вездеход уже стала лучшей в мире. В Германии прошел турнир, где оценивали разработки для жизни инвалидов. Российская коляска прошла все испытания. Главные конкуренты, американцы, на одном из этапов потеряли управление. За штурвалом отечественной коляски на соревнованиях Юрий Ларин, чтобы проехать трассу специально, не готовился. Опыт передвижения по городским дорогам заменил тренировки. По нашему городу поездим, вот уже и тренировка и получается. То есть специально какой-то базы, трассы нам готовить не надо, потому что у нас весь Новосибирск сплошная трасса. Сама коляска – это не только гусеничная конструкция. Внутри одновременно работают десятки датчиков. Они собирают и анализируют всю информацию о движении. Только на настройку и программирование системы управления ушло больше года. У новосибирских инженеров немало работы. Здесь придумали первую в мире так называемую нейроколяску. Она будет управляться не силой руки, а силой мысли. И поможет двигаться даже тем, кто полностью парализован. Новосибирские инженеры создали уникальную систему управления, которая считывает сигналы мозга и выполняет нужное действие. А сейчас механизм нужно настроить. Если все испытания пройдут успешно, то и эта коляска появится на мировом рынке. Кирилл Воробьев, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести из Новосибирска.